Привет, я Даша. Я Лидия. Скоро, ну в смысле уже 20 февраля, мы, ну как, не будем, не можем же мы обделить этот день. И совместными, совместными переговорами, так сказать, с другими книжными бабочками было принято решение снять вот это видео, которое сейчас будет. Ну так и что, значит, если у тебя была бы возможность выбрать мужское окружение из литературы героев, персонажей, организацией, писателей, то кому достали следующую роль? Первое. Отец. Отец, наставник, учитель. Я сомневаюсь, честно, в своем выборе. Все-таки я бы хотела видеть что-то более мужественное, сильное, но... Дамблдор. 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 Ну, я не знаю, родители, как улицы, не выбирают, и как бы у кого родились, то родились. Это спорный вопрос. Ну да, теперь я уже по-другому думаю. Но тем не менее, для чего-то нам родной отец в этой жизни дадим, мы должны извлечь какой-то урок. Но тем не менее, я бы, например, первая мысль у меня была такая, по большому счету, Сергий Роднонежский, к примеру. А по второму... Ого! Ну, замахиваться, так замахиваться. То есть в роли наставника, учителя и так далее. А потом мне сейчас пришла еще одна мысль о Кунин. Глубоко чтимый писатель Борисович. Это да, куда деваться. Так, второй вопрос. Поклонник. Кунин обязательно отвечать заимностью на его преклонение, плестила бы твоему самолюбию. Возможно, мой выбор кого-то удивит. В первую очередь удивил меня саму, потому что я терпеть не могу негативных героев, где бы то ни было, книги, сериалы и так далее. Но в этот раз я себе уступила. Воланд из «Мастера Маргариты Булгакова». О как! А мне пришла на ум Лазарь. Из Марины Степновой, да, женщины Лазаря. Ну, такой не тесаный. Мне вот... Ну, мне польстило, извините, конечно. Внешне, да, 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 но внутренне. Вот просто... Ну, вот так. Третий вопрос. Брат, друг? Князь Дышков. «Любединая песня» Ирина Головкина, автор. Такой прям... Я бы хотела иметь такого брата, такого высокоморального, высокопринципного, такого сильного, отважного, военного. Обожаю военных. А я почему-то склонилась к Фондорину. Тут персонажа. Фондорину всякому. Он у меня в другой категории. А у меня тоже есть нечто похожее. Ну, тогда поехали на четвертый. Возлюбленный. Атос. Д'Артаньян, дремушкетёра, дюма. Ой, а я, а я, Рэд Баттлер, унесённый ветром, скажи так. Почему-то вот так пришло в голову. Пятый соратник, с которым плечом к плечу ты готова отстаивать и представлять жизнь, общие цели и убеждения. Вот на этом вопросе я вообще не задумалась, даже ни на минуту. Волкодав, Мария Семёнова. Да, у нас совпадает, но немножечко не поднимайся. А у меня, а мне пришло в голову, значит, персонаж Дашковой, детективческий, известнейший из трилогии «Сточник счастья» профессора Свешникова. А-а-а, да-да-да-да-да. Вот такой вот он мне сильно глянется. Шестой вопрос. Сын, которого так и хочется по жюри перевоспитать и даже наказать за плохое поведение. Ну, я никак, многие не знают этого персонажа, но это Печенюшкин. Из повести-сказки Сергея Белоусова «Путешествие вдоль парадуги» или «Приключение Печенюшкина», по-моему, называется. Да, есть такое. А я сразу же, вот сразу же, Фадейка, конечно, вот из последнего романа Крапивина, что мы прочитали. А-а-а. Но я бы не стала его перевоспитывать. То есть у меня не было бы такого желания перевоспитывать, журить или наказывать даже за какое-то поведение плохое, потому что он мудр изначально. Настолько мудр, настолько... Гениален. И не только Фадейка, конечно, последний персонаж, о котором мы читали. Я бы взяла сыновья буквально всех персонажей Крапивинских. Да, они настолько близки мне по духу и вообще. Седьмой защитник. Я долго думала. Я буквально вчера ночью не придумалась. Стефани Майер, «Сумерки», Джейкоб. Вот как. Ага. А мне пришел на ум, знаете ли, Волкодав. Вот в этой эпостасе. Так. Ну, значит, восьмой муж. Я сначала думала над Моссом третьим. Но потом подумала и сказала, не, слишком не люблю я власть имущих. И раз, Антонина Кунина. Вот так вот. Ну, у меня вот лично из всех десяти вопросов, где, ну да, наибольшее затруднение, так сказать... Ой, подожди, подожди, собака. Наибольшее затруднение вызвало именно этот восьмой муж. Потому что у нас был муж. А, все еще и про мужа. Поэтому, так сказать, как бы я и не думала никогда, и когда читаешь книги, что, а вот как бы у меня такого мужа. Ну, не припомню. Ну, вот когда задумалась, да, мне почему-то, я просто белой завистику завидовала Насте Каменской, Каменской, я уже не знаю, Марининской, да, Александре Марининой, мужу Алексея. Вот он мне настолько поглянулся, настолько он поглянулся и схож с моим мужем, нанепокоенным, да, Сарство Небесное. Так терпимо относился, готовил. Ну, да, я как бы себя несколько прецепсировала с этой Анастасией. Ну, ну и понятно. А вот такого терпевого, такого понимающего в любое время дня и ночи верного, ну, вот я вот так. Ну, девятый вопрос у нас, заглядый враг. Мужчина, врага, с которым неизбежно силу разницы ваших характеров. На мой взгляд, это был самый сложный вопрос, для меня, по крайней мере. Ну, и, возможно, мой выбор будет немножечко тоже необычным. Я бы в жизнь не сошлась бы характерами с мистером Дарси. Вот для меня было бы сложно с этим человеком сойтись. Ну, наверное, да. Вообще, конечно, когда вот так формулируется вопрос, заглядый враг, то у меня приходит на ум-то сразу... Всё-таки вот я имею в виду именно столкновение характера, что мы бы не стали бы друзьями. А у меня почему-то, что я должна привести какого-то, ну, персонифицированного, так сказать, злодея такого, которому в жизни и не встретишься, но приблизительно такие, по максимуму будем брать, вот так уж. Брать так миллион. То есть, если злодей, то уж воистину воплощенное зло, ну, волонт мне приходит. Ну, куда уж, куда уж больше-то, куда выше-то. И десятый, последний вопрос, художник, которому ты позволила написать себе портрет персонажа, или которого бы ты хотела вдохновить. Вот, чистый скрюганский побуждений, из веселья ради, так сказать, ради смеха. Крапивинский, это был бы персонаж из повести Чокичек или рыцарь прозрачного кота Алексей. Тем более у него есть, так сказать, моя тезка. Вот как. Ну, а поскольку я, так сказать, вот в своих ответах все по максимуму беру, на самом-самом высоком уровне, то знаешь, я кого назвала? Да. Ганте. Да ладно. Ничего себе. Ну, я, конечно, не Беатрича и далеко. Но тем не менее, я бы хотела. Кто угодно не Беатрича. Ну, вот так. Вопросы и всякли. На этом все. А поздравлять. А поздравлять. Мы все поздравляем мужчин. Ну, как это вовец. Хотя бы и... Да, и женщины-представители силовых этих, защитных структур, в общем. Я не знаю, как это обозвать. Мужские достойные. Не, ну почему? Как бы это просто постепенно, 20 февраля, превращается в день мужчины. А изначально это все-таки именно как защитников праздник. Ну, наверное, да. Не важно. Независимость от пола, я думаю. Воинов, но личных и бывших. И бывших, наверное, и будущих. В основном-то так, на их только поддержку, защиту. А поскольку я сама вот лично принадлежала к силовой структуре, так сказать, прокуратура... И тебя с праздником. А вот и спасибо. И исходя из того, что именно, значит, работники прокуратуры были равны к воинским. То есть вот так, даже на высшем уровне имеется в виду, на правительственном. А потому всех благ, мира над головой самое главное, любви и добра. Таком, десидентно.